Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и её ведущая Наталья Казынцева. Писать о событиях давно минувших дней — дело нелёгкое. Как бы ярко не запечатлелись в сознании действительно потрясающие события и переживания грозной эпохи революции и гражданской войны в России, всё, что человек лично пережил, видел и слышал, со временем это стирается из памяти, особенно имена и даты. Да и сами переживания, чувства тех времён невольно окрашиваются последующими событиями жизни. Тем не менее, стоит записывать воспоминания, несмотря на то, что всё это далёкое и, кажется, даже чуждое прошлое. Оно разительно отличается от жизни настоящей, с её иными интересами, иными запросами. Но всё же такое сравнение может принести немалую пользу. Такими словами архиепископ Василий Кривошейн начинает свои воспоминания, составившие книгу, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и называется «Спасённое Богом. Воспоминания. Письма родным». Свои воспоминания архиепископ Василий в миру Всеволод Кривошейн написал уже пожилым человеком о годах своей ранней молодости. В смутные и тревожные годы революции и гражданской войны ему было около 19 лет. «Хочется высказаться», — отмечает владыка, «ведь прошлое всё-таки живо, да и мне пришлось многое пережить. А поэтому есть о чём рассказать. Не в смысле, конечно, большой истории. Я был слишком молод, и слишком незначительно было моё тогдашнее положение, чтобы я мог быть деятелем исторических событий. Но то, что я лично видел и слышал, и что испытал, это я постараюсь рассказать, может быть, недостаточно объективно, но правдиво и до конца искренне, ничего не замалчивая, даже если это не всем понравится». Я хочу рассказать о феврале 1917 года в Петрограде, о начале революции и о кульминационном моменте гражданской войны в России осенью 1919 года по обе стороны фронта. Рассказать, как Бог неоднократно спасал меня от, казалось бы, неминуемой смерти. Единственное, что я счёл возможным добавить к этим воспоминаниям, ряд примечаний, преимущественно исторического характера. Они уясняют обстановку описываемых мною событий и делают более понятным мой рассказ. К слову сказать, эти воспоминания подписаны В.А. Кривошейн, то есть Всеволод Александрович Кривошейн. Владыка ставил сознательно своё мирское имя под теми воспоминаниями, которые относились к разряду мирских или светско-гражданских. В тексте сохранены особенности авторской орфографии и стиля. Вкратце о архиепископе Василии издатели пишут следующее. Родился он в Петербурге 19 июня 1900 года в семье Александра Васильевича Кривошейна, министра земледелия и землеустройства в правительстве государя-императора Николая II. Февральская революция застала Всеволода студентам филологического факультета Петроградского университета. И события, очевидцем которых он стал, потрясли его. Трое старших братьев Всеволода уже были в действующей армии. И он, переехав вскоре после начала революции в Москву, также решил вступить в ряды добровольческой армии. После он вспоминал, «Всё в советском строе стало мне к тому времени неприемлемым и отворатным. И вместе с тем я осознал, что для меня нет в этом строе места. Я не в силах был сидеть, сложа руки». Интересен рассказ молодого человека, когда перед дорогой его тётушка надела на него нательный образок великомученицы Варвары. Тогда ещё будущий монах по своей малоцерковности не знал, что великомученица Варвары имеет дар спасать от неожиданной и насильственной смерти. И тем не менее он молился ей, как умел, всю дорогу. С Божьей помощью он не раз уходил от казалось неименуемой смерти. Бог спасал его и от расстрелов, и от тюрьмы, и от ран, и от стихии. Поражение Деникина, Врангеля и Колчака привело к исходу Белой армии с юга России. Всеволод Кривошейн отступал вместе со всеми. Из Новосибирска он прибыл в Каир, а потом в середине 1920 года в Константинополь. В начале 1921 года он оказался в Париже со всеми оставшимися в живых членами своей семьи. Здесь Всеволод поступил в Сорбонну и одновременно принимал участие в съездах православной молодёжи. В 1924 году он записался студентом в только что основанный митрополитом Евлогием Свято-Сергиевский институт, а через несколько месяцев отправился с группой студентов в паломничество на Святую Гору Афон. Это посещение настолько потрясло молодого человека, что он решил остаться на Афоне навсегда. На Святой Горе он провёл более 20 лет. Здесь он принял постриг. Первым его послушанием на Афоне была работа по починке и облачению, а следующим — за два года выучить греческий язык в совершенстве. И он выучил современный греческий и древнегреческий языки и владел ими в совершенстве, не хуже, чем русским, французским и английским. Вскоре молодого монаха назначили монастырским секретарём-грамматиком. В его обязанности входила переписка с афонским кинодом, Вселенской Патриархией и греческими правительственными учреждениями. Затем монах Василий стал членом монастырского совета, и его почти ежегодно посылали вторым чрезвычайным представителем русского Пантелеймонова монастыря на общеафонские собрания. Надо сказать, что это были десятилетия далеко не лучшие для Святой Горы. Когда в 1925 году Всеволод Кривошейн попал на Афон вместе с архимандритом Сафронием Сахаровым, братьей в русском монастыре насчитывалось 550 человек. А вот в 1947 году в обители было уже всего 180 насильников. Одна из серьёзных причин такого сокращения — это ограничительные меры греческих властей против приезда иностранцев на Афон. Это ограничение распространилось и на русских эмигрантов. Монах Василий, как монастырский секретарь и представитель в Кеноде, многие годы боролся против таких мер. Понятно, что это вызвало недовольство у лиц, враждебных русскому монашеству на Афоне. А потому в сентябре 1947 года отец Василий вынужден был оставить Святую Гору. Прошло 30 лет, прежде чем он опять ступил на эту благословенную землю, но уже как архипастырь русской православной церкви. Как отмечают издатели, удивительный путь прошёл архиепископ Василий Гривошейн от студента-патриота с нательным образком великомученицы Варвары до известнейшего архипастыря, доктора богословия, знаменитейшего патролога, написавшего фундаментальные труды об аскетическом и догматическом учении святителя Григория Паламы и преподобного Симеона Нового Богослова. Можно только представить, сколько испытаний выпало на его долю, в какие тяжёлые обстоятельства на грани физической смерти ставила его жизнь, а Бог всегда был рядом и всегда спасал его. О страшных днях революции и братоубийственной войны, безвозвратно перевернувшей жизнь прежней России, о чудесных путях промысла Божия, который не оставлял его своим попечением на путях войны, о горечи потери родной страны и радости обретения заступления Божия свидетельствуют эти воспоминания. Ценность этих воспоминаний в том, что они передают впечатление непосредственного очевидца. Но гораздо важнее их духовная значимость. Будущий владыка, чтобы не случилось в его жизни, знал, что Господь хранит его, что всеблагая воля Божия совершается во всём происходящем. В продолжении воспоминаний о гражданской войне в книге переведены письма послушника, инока и монаха Василия к своим близким. Счастье, что эти свидетельства его жизни на Афоне дошли до наших дней и тоже были спасены Богом. Нам они говорят о многом. Не только о трудностях монашеской жизни, но об огромной любви владыки к Богу и людям. Его судьба, как и его пастырское и литературное наследие, настолько интересны, что сегодня в России многие обращаются к этому многоценному опыту. А главное то, что жизненный путь архиепископа Василия освещала вера, которую он назвал «жемчужиной несравненной ценности». Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я на этом с вами прощаюсь и, как всегда, желаю интересного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин